Всем привет! Меня зовут Дарья Зуева и в сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как мне приспичилось делать вот этого оленя. Честно, я очень давно хотела сделать что-то подобное, точнее тот тренд, который был года или два назад, когда этих животных из бумаги, из картона было просто завалено интернет. Леток было очень много, по крайней мере мне они попадались, но тогда как-то это прошло в семье у меня и вот сейчас уже, когда мода спала, да, я поняла, что этого чуда нам не хватает в квартиру, на белую стену, так что давайте, наверное, больше не будем трендить и посмотрим, как я его собирала. Как видите, я купила две папки бумаги для черчения, потому что тот мастер-класс, который я прочитала по DIY головы оленей из бумаги, в общем он предполагал 55 листов распечатки, поэтому я так психанула, решила, что одного мне не хватит. Но, честно говоря, по итогу, то, что я распечатала вот сейчас, это как раз вот здесь вот, все то, что мне нужно сейчас вырезать и согнуть по линиям, здесь всего 14 листов. И тот неловкий момент, который произошел, когда я распечатала титульный лист, вот на этом листе оказалось, что это фрагмент мастер-класса с одного из сайтов и была просьба не делиться PDF-файлом, потому что он является, собственно, частью туториала. Но я хотела, честно, его купить, но я перешла по ссылке, которая здесь указана, его уже нету, ссылка неактивна, поэтому, к сожалению, если бы я могла, я бы, конечно, приобрела эту выкройку, потому что нехорошо воровать и все такое прочее. Вот, ну, для вас я ссылку на всякий случай оставлю в описании, так что, если захотите, вы сможете сделать такого же оленя. А я приступаю к вырезанию всех деталей. Сейчас мы с вами будем смотреть, что у меня из этого получилось, но по предыстории, на самом деле, я, честно говоря, искала уже готового вот такого товарища, но готовых я не нашла, нашла только наборы, в которых уже, типа, вырезанные детальки, собери сам, но они стоили тысячи полторы, две, и, ну, дальше уже кому как наглость позволяет. Я наткнулась на DIY, собственно, даже на два, где один был очень огромный, с ветвистыми такими рогами, второй был немножко попроще, и, собственно, я остановилась вот на этом. В общем, спустя примерно три часа, и периодически бросание резака, ножницы, чередуя вот это вот все, я вырезала вот эту всю горку деталей. Я очень радуюсь, что я все-таки решила делать оленя поменьше, а не огромного на 55 листах, потому что, мне кажется, его склеивать просто анрел. Дальше, по плану, мне нужно по пунктирной линии провести шилом, ну, по линеечке, чтобы было удобнее сгибать. В принципе, если бы у меня была бумага плотнее, то было бы целесообразнее взять резак и наполовину, скажем так, продавить вот эту вот полосу, чтобы сгиб, скажем так, был еще аккуратней. Но, поскольку бумага у меня всего 160 грамм на метр квадратной плотностью, в принципе, ну, она как бы достаточно плотная для моего размера оленя. Или она 200 граммовая. Ну, в общем, не помню, она не очень плотная, так что я думаю, что шилом я вполне обойдусь. По большому счету, для меня был очень большим сюрпризом, что сборка этого самого оленя займет столько времени, что я потрачу столько времени на вырезание деталек, на то, чтобы провести шилом по линиям, на то, чтобы его склеить. Честно говоря, я когда читала, в принципе, отзывы людей о том, что они тратили на это недельку и вечерами все это дело собирали, я была в таком скепсисе и думаю, ну, я потрачу выходной, все будет нормально, у меня будет быстро олень. Но нет. В общем, собственно, я все прочертила по линиям, как было нарисовано на схеме по вот этим вот линиям. Теперь у меня уже много вот таких вот заготовок и, как видите, вот такая вот пока непонятная штука у меня получается, потому что в процессе, скажем так, провождения шилом по линиям я обнаружила цифры, которые, в принципе, могла бы сразу соединить. Чем, собственно, я и занималась. Кстати, да, вот, собственно, это и занимает большую часть времени, потому что цифрок очень много. И что хочу сказать, берите хороший ПВА, потому что если ПВА у вас будет не очень хороший, то клеить вы будете долго, вы будете все переклеивать, пачкать пальцами. И вот эта вот вся печаль, которая настигла меня, потому что клей оказался сжидковат. Вот такая вот печаль. Из каких-то комментариев скажу точно, что все вот эти вот волшебные видосики про то, что я собрала оленя, это было все очень классно, супер быстро и супер легко. И то, что вот это вот все у меня теперь висит на стене. Не верьте тому, что это быстро, легко и классно. Честно говоря, у меня под конец, наверное, сдавали нервы, потому что оно все клеится, расклеивается. Самый треш был с рогами. Вот на этой фотке вы видите, в какой развертке находится рог, и вот это вот все нужно было перекручивать как-то. А вот я сейчас вот покажу, вот вы видите, как он загивается? А вот это вот все было как бы плоской бумажкой, чтобы вы понимали. То есть вот эта вот морда, хитрожопая, она собирается довольно легко. То есть здесь большие детали, здесь большие углы, клеить ее легко. Вот здесь вот просто потом в конце приклеивается задняя часть, и вы можете просто вот так вот повесить на стену. В принципе, если двусторонний скотч какой-то очень хороший есть, такой на пенные еще подложечки, то будет вообще здорово держаться. Я собрала так, что остались два таких отверстия, в которые я потом уже вклеивала готовые рога. И я пожалела, что рога я собирала в самом конце, на который у меня, собственно, уже не хватало нервов. Но вот эти уголочки, вот это все. Ну, в общем, если вам нравится клеить, если вам нравится собирать вот такие загогулины и выкручивать руки в непонятные положения, чтобы удержать клей между собой, ну, потому что, естественно, он должен схватиться, то вот эта штука для вас. Я поняла, что второго такого я не осилю, я расфигачу его к чертям в процессе, честно. И сейчас вы мне скажете, ну, ты же делаешь украшение, это должно быть очень терпеливо. В общем, к бумаге, я это уже поняла, не относится вообще никак. В инстаграм или где-нибудь еще я вывешу обязательно фотку, как это смотрится на стене. Если вы захотите повторить вот это вот нечто, то я желаю вам просто успехов, удачи. Смотрите бумагу не меньше плотности 200 грамм. Я проверила, у меня 200 граммовая, и она такая прям, ну, средничком, но пойдет. Вот, желаю вам удачи, терпения. Если у вас получится такой олень, то делитесь где-нибудь, отмечайте меня в инстаграм или присылайте в директ. Мне будет интересно посмотреть, что у вас получилось. Я вам желаю удачи с оленем, хорошего дня, хорошего вечера. Надеюсь, что вам понравилось это видео. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok